Житель Техаса Гай Рефет стал первым обвиняемым по делу о штурме Капитолия, кто не пошёл на сделку со следствием, а решил предстать перед судом. За свои действия 6 января 2021 года мужчина приговорён к более чем семи годам лишения свободы. Он пронёс на территорию Капитолия огнестрельное оружие, участвовал в беспорядках и угрожал спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси. Федеральный судья Дабни Фридрих, оглашая приговор, подчеркнула, что нежелание Рефета признать свою вину вызывает озабоченность. «Я хочу быть предельно ясной. Поведение Рефета 6 января и в этот период не соответствует термину «патриот» ни при каком законном определении этого слова». Рефет ранее не выражал сожаления о том, что не пошёл на сделку со следствием. В понедельник он, обращаясь к суду с просьбой об учёте смягчающих вину обстоятельств, назвал себя идиотом. Николь Рефет, его супруга, заявила, что это дело является преследованием по политическим мотивам. «Не будет участника протестов 6 января, который не будет осуждён за свою политическую идеологию. Неважно, кто вы – либерал, независимый или республиканец. Но это ненормально. Гай в этот день выступил как патриот. Он всегда будет патриотом. Он любящий муж, он любящий отец, он честный человек». Рефет был членом ультраправой группировки «3%» и вербовал в её ряды американцев. Антидефимационная лига характеризует «3%» как вооружённую экстремистскую группировку с антиправедественными взглядами. Об участии Рефета в штурме Капитолия сообщил ФБР его сын Джексон. По словам молодого человека, его отец «медленно потерял себя в течение последних пяти лет». И конец цитаты. Рефет угрожал детям, если они расскажут о его участии в событиях 6 января. «Я была там, и я могу честно сказать, что он не обращался напрямую к нам. Он просто громко возмущался. Он не угрожал убить нас. И мой брат много раз повторял, что он не думает, что отец на самом деле намеревался сделать что-то подобное». «Представить моего отца ужасным человеком, а затем отдать его под суд, в то время как кто-то может быть даже переизбран. Это мне не кажется правильным». Прокуратура требовала для Рефета более 15 лет лишения свободы, обвиняя его также во внутреннем терроризме.